Мне случалось преподавать и лицом к лицу, и онлайн, и я нахожу, что в онлайн преподавании есть свои преимущества. Когда вы в аудитории, вы слушаете преподавателя и изо всех сил стараетесь правильно записать лекцию. А онлайн же у вас перед глазами каждую неделю готовая напечатанная лекция, ее можно перечитывать столько раз, сколько вам захочется. Когда вы в классе, всегда есть самый активный какой-то студент, который получает больше всего внимания. Когда обучение проходит онлайн, внимание всем достается поровню, в некотором роде, это вроде как у вас личный педагог. Вот как я подхожу к онлайн преподаванию. Каждую неделю вы заходите на сайт и находите там лекцию по какому-то предмету, например, об искусстве диалога. К лекции прилагается в качестве иллюстрации сценарий уже снятого фильма. И обычно к этому также прилагается какая-то небольшая видео-лекция или какой-то, может быть, мультик, тоже, чтобы проиллюстрировать то, о чем говорится в письменной лекции. И указания, которые я вам буду давать в задание, они приведут вас от идеи истории к первой редакции полнометражного сценария. Соответственно, каждую неделю вы будете сдавать какое-то определенное количество страниц текста, а я буду отвечать вам комментариями, которые будут вас направлять. Что касается моего метода и подхода, он состоит в том, что не нужно издеваться над автором, чтобы он понял, как писать сценарий. Я не сдерживаюсь особо в комментариях, но все-таки я подхожу к этому, как комментарий от одного сценариста к другому. Я предлагаю свои комментарии и, в принципе, сама исхожу из того, что следует прислушиваться инстинкта рассказчика, который есть у сценариста. Потому что в итоге именно на это сценарист будет опираться, когда он уже будет в реальной жизни, по-настоящему писать сценарии на свой инстинкт. Очень важно найти в себе способность воспринимать комментарии, не обижаясь, а с другой стороны оценить стоящий комментарий или нет. Ну, в заключении хочется сказать, что написание сценария – это само по себе приключение, нет ничего сравнимого с ним. Это сложный и порой сводящий с ума способ рассказывать историю, но когда он срабатывает, это магия, волшебство. И из личного опыта я могу сказать, что нет ничего более волшебного и чудесного, чем увидеть, как ваша история реализована на экране. И я очень надеюсь вас привести к тому, чтобы ваши истории тоже были сняты.